Впервые кентавр обнаружили в Индии. Сегодня он зарегистрирован в больше, чем 10 странах мира. Добралась новая мутация и до России. Уже известно о новых инфицированных. Как говорят специалисты, от своих подвидов кентавр отличается высокой контагиозностью, то есть заразностью. Также новая мутация имеет свойство обходить антитела, то есть один человек может заболеть до пяти раз. Заболевших в Индии сейчас больше, чем во всех других странах. Высокая заразность усложняет ситуацию, поэтому медики предупреждают о грядущем росте инфицированных. Новая мутация специалистов не удивляет. Еще один штамм был ожидаем. Ученые уже выяснили, что кентавр имеет ключевые изменения в белке, которые позволяют ему эффективно прикрепляться к организму. Даже самый сильный иммунитет и перенесенный буквально недавно ковид ему не помеха. В России распространился новый вариант штамма омикрон, который имеет высокую заразность и передается легче, чем сам омикрон. Новый подвид штамма омикрон кентавр протекает в легкой форме и поражает в основном верхние дыхательные пути. Симптомы нового варианта штамма омикрон схожи с симптомами ОРВИ. Ситуация по республике спокойная. Мы ежедневно мониторируем все показатели. Если обнаружится рост инфекции, то будут приняты все необходимые противопедемические меры. Кентавр – это гибрид двух подвариантов омикрона. По словам ученых, они мутировали как некое существо. Отсюда и название – кентавр. Симптомы штамма действительно схожи. У заразившихся наблюдается боль в горле, заложенность носа и сухой кашель. Некоторые инфицированные говорят также, что по ночам чувствовали слабость, головную боль и потливость. Распространенные ранее ставшие уже классическими симптомы коронавируса, как, например, лихорадка, потери вкуса и обоняния, встречаются реже. На одного выявленного как минимум шесть, а то и десять не выявленных. Кто болеет легко, это и много. Кто-то болеет в клинике, а кто-то болеет в латентной форме. Температура, головная боль, но мы, по крайней мере, в первые дни. По данным специалистов, кентавр не так опасен, как звучит. Болезнь хоть и быстро распространится, но высокой смертности не повлечет. Происходит ослабление вируса, когда вирус достаточно долго существует. Это так в природе уже устроено. Каждая новая копия вирус постепенно ослабляет. То, что убивает, оно гораздо меньше защищено в этом естественном отборе. Поэтому летальность снизилась примерно в 20 раз. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что подъем заболеваемости ожидается с приходом осени, когда становится высоким риск заболеть простудой, гриппом и ОРВИ. Оказать всю амбулаторную и больничную помощь в Ингушетии готовы. У медиков региона есть опыт и возможности лечить коронавирус, в том числе и новую его мутацию. Согласно приказу Министерства здравоохранения, имеется резерв коечного фонда. И в случае подъема роста заболеваемости будут разворачиваться дополнительные койки. Сегодня в Ингушетии чаще всего регистрируют заболевших штаммом омикрон. В больницах республики еще попадают пациенты с COVID-19. В Роспотребнадзоре приводят статистику. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией за весь период пандемии на территории республики составляет 41 193 человека. 12 человек госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом 2 пациента. Тяжелого течения заболевания ни у одного пациента не наблюдается. На дому с относительно удовлетворительным состоянием медицинскими работниками наблюдается 29 человек. Выявленным больным направляется уведомление о самоизоляции на срок не менее 7 дней. Режим изоляции для контактных с больным COVID-19 отменен с постановлением главного государственного санитарного врача. ВОЗ подчеркивает, пандемия еще не закончилась. Жители стран призывают обеспечить полную вакцинацию своих граждан и как раньше носить средства индивидуальной защиты. Слабый организм, к тому же с хроническими заболеваниями, подвержен коронавирусу сильнее. Рина Цычоева, Мухаммед Белокиев, Новости 24.